Это «Весть утро» Карачаева-Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! 2023 год объявлен президентом России годом педагога и наставника. Педагогический стаж нашей сегодняшней гости составляет почти 60 десятков лет. Насипхан Даулова – заслуженный учитель Карачаева-Черкесии, член Союза писателей и журналистов России. Уже в 50-е годы прошлого столетия была студенткой учительского института. И всю свою жизнь она посвятила воспитанию подрастающего поколения. Помимо этого, Насипхан Азизовна является автором многочисленных учебников и художественно-документальных книг. С ветераном педагогической деятельности встретилась моя соведущая Белла Джазаева. Доброе утро всем! Доброе утро, Насипхан Азизовна! Я благодарю вас за то, что вы нашли время, силы и приехали сегодня к нам в гости. Я кланяюсь вам, потому что вы человек самый-самый заслуженный. Ваш педагогический стаж около 60 лет, а точнее 58 лет. Помимо этого, вы член Союза писателей России, вы член Союза журналистов России, вы создаете учебники. Вы всю свою сознательную жизнь проработали в школе. Мне хотелось бы узнать, какой был этот путь в профессию. Почему вы стали педагогом? Я хотела быть врачом. Отец говорит, нет, пойдете, ты пойдешь на учительницу. Вот такой интересный вопрос задан. Я вот и пошла учительницей. Но я знаю, что у вас и родители были образованные. Образованные родители. Нет, будешь учителем. Я пошла учительницей. Учиться в Черкесске был учительский институт. После окончания средней школы в ауле Адаги-Хабль я пришла учиться в Черкесск. Учительский институт на отделении русского языка и литературы. Я знаю, что вы два института закончили и преподавали четыре предмета. Родной язык, то есть нагадский язык и литература, русский язык и литература. А этот год мы, как знаем, год наставника и педагога. Знаете, что я у вас хочу спросить? В чем вы видите основное предназначение педагога, учителя? Вот именно основное предназначение учителя молодое поколение, помочь молодому поколению быть на правильной дороге, любить родину, народ, честно трудиться, учиться и чтить своих родителей. Помимо того, что вы создавали столько лет учебные пособия, вы пишете книги. Вот только что вы сообщили мне радостную новость, что в Адыгеи выходят две ваши новые книги. Но я хочу, знаете, о чем спросить? В каком направлении вы пишете? Какой жанр у вас любимый? На какую тематику вы работаете? Да, тема патриотическая. Вот каждой теме, которая проходится на уроке, это патриотизм находили, любовь к родине, к народу и, конечно, старшему поколению, своим родителям и уважать, и помочь расти и учиться младшим от себя. Я знаю, что у вас очень много книг на военную тематику, потому что, наверное, ваш папа воевал. Да, да. Как только началась война, оставив дома многодетную семью, пятеро своих детей, отец пошел воевать, защищать свою родину от напавшихся на нашу родину, от гитлеровцев. И с самого начала до конца войны он защищал Малую Землю. Насапхан Азизовна, если я не ошибаюсь, ваши дочери тоже пошли по вашим стопам. Они тоже стали педагогами? Обе дочери, конечно, наверное, я не настаивала, они по моим стопам пошли. И также старшая дочь окончила педучилище, а потом Карачаево-Черкесское педагогическое, педагогический институт. Младшая дочь, она и музыкант, это великий композитор, и музыкант, и учитель русского языка и литературы. Насапхан Азизовна, вот в этот год наставника и педагога я желаю вам дальнейших творческих успехов, здоровья и самое главное, долголетия. Спасибо, что вы сегодня к нам в гости приехали. Я благодарю вас. Спасибо, я искренне вам благодарна. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова